В следующем году Чувашская газета «Хэпар» празднует 110-й день рождения. Немало редакторов издания сменилось за это время, но первого Николая Никольского знают, учтят до сих пор. В Казани был дан старт юбилейным мероприятиям. Сотрудники издательского дома «Хэпар» встретились с деятелями чувашской культуры, проживающими на территории Татарстана, и обсудили с ними вопросы взаимодействия. Подробнее в следующем сюжете. В 1906 году доктор исторических наук Николай Никольский основал первую газету на чувашском языке «Хэпар». Находясь на посту главного редактора, он выпустил 22 номера. Казалось бы, совсем немного, но именно благодаря им его имя навсегда осталось в истории чувашского народа. Мы все находимся сейчас под впечатлением. Должен сказать, мы приехали сюда еще раз поклониться святой земле Татарстана, которая подарила нашему миру многих великих людей. Делегацию приняли в Доме дружбы народов. Представители чувашской диаспоры в Татарстане отметили, для них газета «Хэпар» – одна из самых крепких нитей, связывающих их с исторической родиной. Действительно, величайший юбилей, величайшего издания. Газета – это не только книга. Книга – это великое издание. А газета – это величайшее издание. Потому что газета несет информацию каждодневно в сердце своего читателя. Поэтому с газетой надо считаться. На страницах «Хэпар» часто можно встретить публикации о событиях общественной и культурной жизни Татарстана, значимых для чувашского народа. С недавних пор у газеты имеется специальный корреспондент в этом регионе – Светлана Садыкова. Но Татарстан – хоть и ближайший, но не единственный сосед нашей республики. Чуваши проживают во всех регионах по Волжье, а значит, праздник в честь 110-летия первой чувашской газеты «Хэпар» придет и к ним. Екатерина Абрамова, Андрей Спиридонов, Республика.